Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю проходить новое, последнее, я бы даже сказал, дополнение к Анну 1800. Земля Львов. В прошлой серии мы доигрались до старейшин. Вот у нас тут такие счастливые старейшины есть. Дальше давайте выполнять задание. Так, во-первых, у меня тут пока нету корабля. А, нет. Прибыл репчатый конь. Нормально, мне название аэростата. Репчатый конь. Так, куда нам плыть надо? Сейчас мы не поплывем, а полетим. Вот сюда. Ну, я еще корабль сюда один отправился, да. Поселяйся. Бента Йоргенсен, разрешим поселиться. Так, что нам дальше надо делать, чтобы керамику? Давайте смотреть, что у нас с керамика, какая цепочка. Вот, бесские декоративные элементы. Так, старейшины. Ну, во-первых, можно мощеную дорогу делать. Да, но это делается из саманных кирпичей. Я думаю, что и для керамики нам нужно явно... Да. А сам ты не мог туда без меня. Ему должно быть знакомо мое имя. Я часто писал. Впрочем, почта здесь работает плохо. И чтоб позвонить. Уже телефон... Ладно. Хотя я уже знаю ее исход. Но мы цивилизованные люди. Устроим званый обед. С тканью классная ваза на голове, конечно. Так, что дальше? К обеденному залу не обойди. Гобелены и сушеное мясо. Ясно. Так, давайте тогда вот это продолжим выполнять. А, значит, нам сначала надо этих саманных кирпичей сделать. Речной глиняный карьер. Ага, значит, глина тут у нас добывается из реки, я так понимаю. Мгм. Так, где нам лучше поставить? Давайте, наверное, здесь поставим. Нам надо соединять. С любой стороны реки можно провести улицу. Ну, давайте, наверное, тут проведем тогда. Вот так. Теперь 15 секунд, минута. То есть 4 штуки можно делать. И ферма ТЭФы тоже 4 штуки. Для ТЭФы требуется явно... Один ученый недавно вернулся из Веспуччи, где занимался археологией. Веспуччи, очевидно, это Америка. Он сможет помочь. Потому что Америка названа сейчас Америка Веспуччи. Веспуччи. Ну все, я понял, спасибо. Так, где нам эту самую ТЭФу сделать? Ну, где-то вот тут, наверное. Давайте канал. Подождите. Так. 2, 3, 4. Вот тут будем делать канал. Вот так, приблизительно. Склад. Склад. Как мы склад поставим? Так, во-первых, надо чертежи включить. До сих пор я вырубаю, что после загрузки сейва чертежи пропадают. Так, давайте, наверное, сделаем вот так. 3, 4. Вот так дорогу. Вот тут где-то склад надо ставить. Давайте, кстати, склад в быстрый доступ. Ну вот, сейчас. Ферма ТЭФу. Блин, вот тут. Надо вот тут кати дырочку будет проделать. Смотрите, где у нас? Еще раз. Ага. Вот тут надо убрать 3 штучки. По-моему, правильно. Блин, это неправильно. Так. Так, теперь тут размещаем. Тут размещаем. Теперь ферма ТЭФу 168 штук. Я делаю для того, чтобы вот так можно было проложить. На зеленом, видите? Оба-на, оба-на. Так. И теперь в эту сторону. Отлично. Теперь дорогу прокладываем. Все. Раз. Ферма. Вторая ферма. Надеюсь, тут сейчас влезет 168. Нет, походу не влазит, но я могу вот сюда зайти, да. Ну, отлично. Так. Давайте пока в смысле... А, я не вклююсь. Не построил склад. Давайте пока двумя ограничимся. И, собственно, две сделаем сушильни. Великоваты. Я тут, наверное, сюда ирригацию поведу. Так что вот это место можно оставлять под... Ну, без ирригации. О, нет, это я хочу немножко в сторону. Вы сокровище нации! Так. Давайте пока одну запустим. Так. Этот корабль тут. Ага, этим кораблем вот эту фигню подберем. А этим мы везем сюда. Так, сушеное мясо я, по-моему, создаю. У меня сушеного мяса должно быть ну, 8 штук уже есть. Вот гобелены. Пока... Но пока до гобелинов хочучало керамику. Значит, человеку из чужих краев поручили сочинить наш великий эпос? Что ж, на безрыбье ирак рыба. Я долгие годы учился этому крайне непростому ремеслу в колледже Арворд. Поверьте, задание у нас не из легких. Мне нравилось в колледже. Это ведь Арворд, в конце концов. Но жители Веспучии смущал цвет моей кожи. Поэтому мне пришлось уехать. Что ж, им же хуже. Очевидно, Гарвард имеется в виду. Любой научный труд начинается в библиотеке. Желательно, в дворцовой. Священники вас пропустят. Возможно. Я надеюсь. Найдите... там осталось немного рагу, если хочешь. Найдите способ получить доступ. библиотека открыта только для слуг Всевышнего. Мы защищаем священные тексты от пагубного воздействия. Найдите на Кедусе что-то, что пресное, когда плавает, но вкусное, когда тонет. Но раз вы работаете над летописью, мы впустим вас, если разгадаете загадку. на тихих прудах ищи ты меня. В воде не тону я, но гошь для питья. Так. Так. На тихих прудах. То есть, мне на этом острове надо искать. Что я тут не вижу особых прудов. В воде не тону. производство какого-то традиционного эмбесского напитка. Какие тут у них напитки мы производим? Может, похлебка из моря? Нет, ну это похлебка, это не напиток. Может, имеется в виду этот чай из гибискуса. То есть, гибискус, ну тоже как-то странно. Ладно. Но это мне на этом острове причем надо найти. Древний скрипторий, гробница. Хм. так, пока этот отправим. Так, что у нас там с керамикой? Кирпичи уже две штуки. Так, наверное, еще одну построим сразу. У меня там уже должно накопиться и глины, и тефа. Так, значит, какой у нас для керамики? Блин, еще индигофи... А, вот индигофера у нас тут не растет. Нам нужен еще остров заселять. Простите за столь скромный прием, но этот остров покинул даже терпеливый джад. Слушайте, я же включил автопубликацию, почему она ждет... Но все еще красив. Следуйте за Абелем, он все вам покажет. Проглашает вас осмотреть Абель. Для меня честь быть вашим проводником. Следуйте за мной, я проведу вас через Ксар центр Ваха Дэшер. А можно это сделать, например, от первого лица с видом? Ой, для этого я приземлился. Эстер... Кстати, только что было написано, что Эстер Эг Фаунд. Только что за Эстер Эг. Так, вы видите этого чувака? Ну, вот это, наверное, но, видимо, от первого лица не посмотреть, ладно. Где он? Да, вот он стоит. На этом уровне Ксар когда-то был Авуд Загоны, но большинство животных погибли от жары и засухи, а Авуд уже давно заброшен. Окей. Здесь был процветающий рынок, где Эйасу водил с собой бесчисленные стыда животных, но теперь здесь можно услышать шум скучающих матросов и портовых рабочих, которые бродят по нижнему уровню Ксар. Деревня была над нижним уровнем Ксар, большая часть теперь заброшена, но немногие оставшиеся на вахе дешердеть и любят играть с песком и грязью в ее тени. Впрочем, я так понимаю, что мы будем все эти деревни постепенно восстанавливать и делать их процветающими. Давным-давно мы построили эти стены и мощные ворота, чтобы защитить Ксар от множества опасных зверей, которых старейшие называют Рекье. Даже они покинули рост, сбежав от смерти поле. Кстати, дополнение называется Земля Львов, а где, собственно, сами львы? Пока я вообще не видел еще их. Дом родословных, тысячелетие дом Хатии, я правил ваха дешер отсюда. Последние из их рода все еще живут здесь, в главе с их почтенным матриархом Ярой. То есть это, считайте, замок правителя этого острова, я так понимаю. Их авторитет давно угас, и теперь наш вождь решает большую часть вопросов, но старая Яра все еще является уважаемым членом нашего сообщества. Абу означает слон. Как жаль, что наш язык Демихар утерян для нашего молодого поколения, ведь так много старейшин, особенно Яра, начали говорить по своим любимым Энбэскам. Ну, так себе экспедиция прям, ой, экспедиция Тур. Мы пришли к вершине нашего острова, а это тут часто обрушиваются суровые ветра, но если глядить с него на море, что там можно увидеть? Блин, мне не... Это сердце Вахадешер, его земли и истории. Задавайте вопросы, Шема и я отвечу. Оракул. Нашему речному храму Пер-Итеру несколько тысяч лет. Он ровесник самой Энбэсэ. Это вот этот. Вода в озере нечиста. Когда-то здесь было красиво, а теперь только пыль и скорпионы. Короче, будем это все выставить сто пудово, а вот закончится прохождение тем, что мы тут все красивое сделаем на всех островах. Все, я расспросил. По-моему, да. А вот еще. Похоже на греческий. как волнительно здесь известная персона. Я всех беру. Так, что еще не раскрошено? Я вроде все уже... А, вот. Разливов здесь больше не бывает. Озеро пересыхает, обнажая соленое ложе. Так, я так понимаю, мы выполнили все задание. Поехали. Пора нести караулу склада. Где хранятся припасы китемы? Оставляю вас в раване. А, нехватка старейшин. Это я... Говорите с людьми. Тут я думаю, да. Учитесь. Если наша речь будет вам непонятно, я помогу. Что, что-то горит? Воу. Ваши люди чествуют своего лидера. Воу-воу-воу. Так, а тут у нас реки еще поводят. Сразу еще зайдем. Интересно, а можно две запитать пожарных. Или хотя достаточно пока одной. Я думаю, они это потушат. Так, найдите источник оазиса. Продолжаем этот квест. Я помню рассказы о Кебехе, источнике, который приносил воду Ваха. Водное утро, подающая жизнь. Пойдемте, я покажу. Ну, пошли, пошли. Давай, сходим. Так, это все мы пришли? Моя бабушка рассказывала мне о своем детстве, о том, как она занималась собирать, как ловила маленьких саламандир, весело ползающих в воде. Пожар вышел из-под контроля. Да ладно. Может, мне еще одну построить сразу? Тут, я думаю, что тут явно пожары будут намного чаще, чем обычно. Поэтому, если я вот так сделаю, это возможно вообще. Ну, тут сейчас минус чисто потому, что горят дома. Но, тем не менее, можно кстати, поставить еще на будущее. Так. найдите источника из-за выберите Васи, чтобы найти кебех. так. Калаяра вахит это наши старые родители, а саламандирами называют небольших водных ящерок. Мне кажется, что люди Табарима называют Итеру рекой, а Иседы это деревья. У Кири возле дома растет несколько, но вот Васи это мне неизвестное слово. Так, повторим историю, давайте. Вылавливался на земле в реке, а затем отпускал их в источник, смотрел, как строй воды поднимает их в воздух. Если здесь действительно источник, то он должен быть где-то под руинами, ведь вокруг... Что там ведь вокруг? Что он так быстро заканчивает говорить? Ведь вокруг столько исседов. Так, убираем развалины. Паста, ты мышкой просто кликаешь и они уходят. Еще развалины убираем. Ага, то есть вот тут должен течь вот тут источник. Так. понаблюдайте за следующим объектом древней... Ну, я выбрал его. Если верить яри, то этот занесен на обломками древний колотин источник Итеру, пересохшие реки. Какой бедствой? Куда они могли сбежать? Ну, серьезно. Что это? Как вот тут вообще могла быть битва происходить и кто-то куда-то мог... терпение иссякают. Сфотографировать? Хм. Погар нанес городу ущерб. Я нашел удивительную карту. Так, поплывем, чтобы сообщить хорошие новости. так, и надо с нашим островом... У нас только... Правда, только один этот сломался. Так, надо больше домов пастухов делать. Пока так. Ваха деша есть надежда восстановить остров или все уже потеряно. Есть надежда. Подземные воды этим нужно воспользоваться. Ну, давай. Что ж, не будем медлить. Полет нормальный. Ваха деша нужны перемены. Мое терпение на исходе. Да ты достался, сын. Ты сидел нифига не делал, теперь ты мне... Греш, у тебя терпение на исходе. Мне вот этот чувак с вазой на голове очень не нравится. Я бы его свергнул и сам правил. Энбесы. это пустыня и есть Ваха деша? Ну, едва шедит был найден, как Китемо прислал подмогу. Он заботливый и надежный правитель. Он прислал подмогу. Земля уже отвыкла от воды. Нужны иседы. Они защитят от ваг. Проклятие воды. Здесь все иседы погибли, но их можно найти на других островах. У глубоких прохладных водоемов. Но это вот эти рачки или как их там саламандиры, не знаю. В другом месте спросим. Так, что пресное, когда плавает, но вкусное, когда тонет? Преседы, говорите? Какой странный диалект. Вы должно быть о деревьях, что растут на берегу. Рубите сколько хотите. Так, это мы собрали что? Деревья из Кедуси. Возвращаемся обратно. Так, Ваха Дешер, Кедуси. Вот тут надо все-таки решить эту загадку. Руины, камни. Мы почти расчистили участок. Пора сажать оседы, деревья, которые удержат воду. Ой, будь я здоров. Спасибо всем, пожелал. здоровья. Так, ну все, чистим колодец. Еее, сейчас очевидно потечет река и тут появится озеро. Смотрим. Или просто колодец. Нет, должна потечь по идее река. О, О. не пустыня. Теперь здесь мирно течет вода, дарующая жизнь. Вау. Вы так много успели сделать. Теперь Ваха сможет о себе позаботиться. Это красивый фонтаном или водопадом. Здесь проходят наши празднества. Сейчас первой эру в жалком состоянии. Его нужно восстановить. 12 тонн саманных кирпичей. Так. Праздники пустые траты. Пора навести порядок в Ваха Дэшер. А. Сделать выбор. Так. Большинство или меньшинство. Скажи, почему я должен разбазаривать ресурсы, которые нужны мне для расширения империи, чтобы эти островитяне могли пировать и в пустую тратить свое время. Такая безответственность непозволительна, чтобы Энбеса протестала и стала великой. Каждый должен вести свой вклад, в том числе жителей Ваха Дэшер. Они не должны просто выживать, они должны трудиться ради своего блага и блага всей нации, иначе нам придется о них забыть. Здесь много земли, ей можно прокормить всю империю, нужно снести эти старые камни. Нет, давайте я скажу, это уничтожит уникальную культуру. В этом весь смысл. Тебе кажется, что их манеры причудливы и забавны, но они чужды и уже давно устарели. В Объединенной Империи Энбеса нет места чужой культуре. Я не буду участвовать в этом акте вандализма. Отлично. помочь Ваха Дешер на их условиях, ответственность за успех или неудачу ляжет на вас. Полностью согласен, потому что твои приказы и твоя ваза здесь много ссори, может, ее обвинять на продовольствие. Так. Ресурсы на исходе. Нам пригодилась бы любая помощь. Так, за счет 12 тонн кирпича. Я хочу еще посмотреть. Так, мне нужно для керамики какое? Индигофера. Давайте где-нибудь на соседнем острове нас есть. Вот Индигофера, например. Давайте еще сразу глянем, имеется ли вот еще омары нужны будут видимо в будущем. Лучше заселять остров, где будет и Индигофера и омары. Больше какой-нибудь еще ресурс есть вообще другой. А, вот еще пчелы. Еще и пчелы понадобятся. Индигоферы, омары и пчелы. Блин, еще и пряности. Во. Давайте вот этот. Видите, тут есть только он маленький какой. давайте сначала этот все-таки заселим. Тут он и большой остров и омары с индигоферами. Потом, а потом мне надо найти вот, а потом вот этот. Видите, тут пчелы и пряности имеются. И вот еще. А вот эти индигоферы, пряности. Еще, кстати, тоже неплохо. Давай сначала вот этот заселим. Или этот? Блин, давай сначала этот, наверное. Этот, потому что отсюда ближе просто плавать. Так, а теперь я хочу все-таки эту загадку. Пресная, когда... Ну, вообще выглядит как прогибискус. Хорошо, а если я у себя тут просто кликну. Итак, это льняное. Вот гибискус. О, не ожидал вашего визита. Нет. Нет, так это на самом острове надо найти, на самом острове Кедуси. Блин. Именно на самом что пресное, когда плавает, но вкусное, когда тонет. Но это и это они про какой-то местный напиток говорят. Ну, судя по подсказке. может во гибискус. Да, отгадал. Ну. Гибискус воплощение того, к чему мы стремимся в Кедусе, а не Тони. Мы впитываем знания, чтобы расцвести перед глазами Всевышнего. То есть, они его, наверное, курят. Откройте свое внутреннее око, око души. Самое большое здание на Кедусе. Скажите, какое здание острова самое большое? Ну, что, не библиотека разве? библиотека огромна, но это лишь вершина. Взгляните на то, что скрыто внизу. Ну, тогда, видимо, вот эти руины. В прошлом наша библиотека была светочем знаний в мире мрака, но подлые короли Кашты предали ее огню. Ух уж эти короли Кашты. Она погребена в недрах острова, но знающие понимают, что ее стены и алтари по-прежнему рядом. Так, сделайте выбор, что за выбор будет? Вы начинаете понимать, близится момент. Ты пришел первый испытание знакомиться, нашел наш символ гибискус. Сам по себе он лишен аромат, он невероятно вкусен при погружении в воду. Чему тебя это научило? Чтобы развести, нужно стремиться к знаниям. в целом верно, суть это метафора в осознании всех тех чувств, что дарованы людям. Чтобы обрести мудрость, нужно познать мир. Мы поняли, это когда созерцали гибискус, пытались учуять его аромат и попробовать его на вкус. Ты прошел проверку зрением и обнаружил скрытые корни кедуси, а не тони, руины древней библиотеки. Скажи мне, чему тебя это научило? Существует много томов знаний было утеряно. Наша вера существует больше тысячи лет. Лишь оградив ум и тело от проклятия новизны, можно услышать то, что говорит проклятие новизны. Мне вот они не очень нравятся. Я за прогресс, ребят. Мы трудимся духовно и начали шить вместо того, чтобы заботиться о душах своего. Мы не настолько слабы. Ваш владыка хочет, чтобы мы стали частью его народа и приняли его веру, но мы не собираемся отказываться от своего учения. Пока император не поймет, что в его владениях есть место лишь древней истинной веры энбесы, не побудит Ирения вновь начать заботиться о душах людей, между нами не будет согласие. Навыки Ирения крайне важны для процветания империи. преданность лорду Китеми делает вам честь, но мы не примкнем к нему. Он не терпим в своей вере. Так, мы можем зайти в библиотеку. Какая находчивость. Ну что ж, приступим. История всех великих народов начинается в золотом веке. Вон там нужные нам книги. Здесь есть труды и патологии, истории и другим наукам, а также книги о поэзии. Обращайтесь с ними бережно. В золотом веке будем волнительно здесь известная персона. Господи, начальник, ой, пожарник. Ну давайте трактата ереси в золотом веке прочитаем. Ну не буду засчитывать, вы хотите остановите, прочитайте. Идолопоклонничество это ересь. И основание НБС вот. К сожалению, эти книги все, что у нас есть. Здесь едва хватит на одну главу. Тоже интересуетесь золотым веком? Ну давай обсудим. я не буду зачитывать полностью историю, честно говоря, опять же повторю, вы лучше можете остановить и прочитать это все. Я глазами быстрее прочитываю, чем буду вслух, чтобы подинамичнее было. так, то есть нам надо будет здесь найти блин, припасы подождите, у меня припасы это время капают. Так, есть сушеное мясо и чай тоже есть. Быстрее. перна археология царица всех наук исследуйте недра земли и морское дно найдите то, что поможет нам завершить первую главу. Отлично построил, надо бы сразу и этот остров заселить. и мы поможем. Так, тут больше никаких ограничений по времени нет. Берегитесь сладких речей жрецов кедуси. Они хитрее, чем кажутся и будут отстаивать свою веру. маневрируем. Окей. Маневрируем. Так. Население тут достаточное. Дерево тут дофига. Да, надо потихоньку эти склады улучшать. Потому что видите, тут не хватает. Интересная идея. Но все работники сейчас заняты строительством столицы. Грузовые станции. Неудивительно. Табаринцы сбились с пути и забыли старые обычаи. Так. 30 Чек я лучше оставлю. 24 Правильно, правильно. Сюда поехали. Наймите группу рабочих на другом. Ну, как мы сможем тут группу рабочих нанять. А, я еще 12 тонн кирпича должен был сюда привезти. У меня правда сейчас его нету. Вот я кирпич медленно делается с другой стороны. Хотя, и не спеши. Не, вот кирпича надо побольше надо. Ресурсы на исходе. Нам пригодилась бы любая и это все нам хватит. Что ж, нам нет где поселить столько людей. Нужно построить для рабочих временное жилье. Не туда, не то, не тот квест выполнился. Слово нужно держать. Рабочие уже взошли на ваш корабль. Удачи нам всем в поисках. На всех парах. Так, мне значит надо гибискуса еще докинуть. Так, а гобелены как тут делаются? Линая ферма я могу устроить. Все, и индигофера все равно нужна. Все равно индигофера нужна. Так, как добыча индигоферы происходят. Минута двадцать. Да, тут, короче, нужно еще будет большое поселение. отправлять ученого Михурани на чужбину. Родная мать еще раз на этот остров слетаем. хорс задан. Так, сорок досок. Так, рабочих я на этом привезу. Сорок досок и десять кирпичей. И тут двенадцать кирпичей. блин, надо, конечно, все-таки на кирпичи как-то где их собирают. так что же нас ждет? Мы сильно зависим от императора. Договориться о торговле с солью. Так, сначала давайте блин. ну тут сто процентов. глянем, как у нас теф и глина. Ну, глины дофига. Ну, глину мы правда будем на керамику потом использовать. А теф блин, не знаю. А сколько у нас еще тут мест, где ну, видимо, еще глину надо ставить. То есть вода вот отсюда у нас идет. Значит, добычу глины надо будет еще тут поставить. Последнее место, видимо. блин, еще и бумажные мастерские надо будет делать. Чего у меня тут маловато. Так, этих ребят сюда надо отнести. Как говорится, нашему речному храму Пер-Итеру несколько тысяч лет. Отговорится о торговле солью. Мы хотим построить мечер, то есть склад, но нам кое-чего не хватает. Ну да, короче, мы тут развиваем эти 28 тонн дерева, 40 10. Похоже, землекопов плохо кормят, но с задачей они не справятся. Дерево-то у меня дофига, кстати, давайте этот улучшим. Сам торговый пост, чтобы больше нокаут. Дерево дофига, вот этих саманных кирпичей. Давайте все-таки еще, наверное, нужно. А, подождите, я пока керамику еще не делаю, да? Давайте может пока поставим еще просто эту ферму Тефа и одну вопрос только где? Давайте, наверное, вот так проведем. Блин, тут вообще ага, вот тут край, да? Поэтому раз, два, три, четыре, пять. Да, вот так и проведем. Так, здесь надо с дорогами решить немножко по-другому. Ваши люди чествуют своего зрителя. Смотрите, вот тут место. Наверное, надо вдоль канала провести. вот так сделаю. Так. Теперь. Как нам лучше склад поставить? давайте склад, наверное, вот сюда. Подождите. если я вот тут уберу. Кажется, вот тут можно убрать. Немножко по-другому засею. Может, хотите выпить? ну да, тут иначе не сделать. Блин. Так, сложновато. Подождите. я хочу здесь вот так вот провести и дорогу тут. Все, еще можно немножко по-другому соединим. так, у нас не хватает? 28. 28 клеток. Попробуем вот так провести, а дорогу у нас будет идти так и так а вот эту уберем. Сплошные эпические легендарные гении. Да, вот так уже поприятнее. Тут я ставлю место для даже наверное на одну клетку можно убрать. Посмотрим хватит ли этого. о 168 как раз так тут мы поставим одну вот такую штуку вот так на всякий случай еще дорогу проведем то есть одна ферма у нас а так все достаточно нет мне надо еще одну ферму так не хватает рабочей силы о блин как так а молока стало не хватать так похоже еще нужно склад сделать один с козы вот у нас козы как они тут 4 вот таких да получается что дорогой соединено даже и тут построю давайте вот так поставим доски там заданий на время у нас нету доски и кирп давайте вот эти 68 досок 5 6 7 и 22 кирпича надо потому что 10 тут и 20 тут наверное дождемся еще один кирпич и поедем так что пастухам не хватает их кстати да ну и как раз молока не хватает как раз молока блин не влезет тут а вот так если так молока сначала вот этот кирпичи сюда завезем фига тут уже флот у бенты плавает не хватает рабочих так давайте-ка мы старейшинам прекратим молоко за вредность выдавать сможете мы немедленно начнем работы спасибо за вашу помощь чтобы торговать солью нам нужны корабли оракул от обломков от обломков нашему речному храму пер итеру несколько тысяч лет он ровесник самой эндресы красота прекрасно мисит ритуал благородина празднество жизни это само сердце эндресы мы расскажем вам о нем мы можем отправиться в путь адмирал ну красота а помните как тут все в пустыне было то есть постепенно мы еще вот это я так понимаю очистим и сможем построить всякое так пастухов сейчас чуть позже включу хочу чтобы до максимума пастухов появилось ну че он не принимает 40 10 в чем дело на всех парад ночью их и принимает последний вы исполняете замысел господа так начались раскопки окей мы наконец-то можем начать раскопки всевышний благоволит теперь займемся развитием поселения так сколько у нас сейчас молока добывается плюс 2 но это видите снизилось потому что я отменил у старейшин это тоже можно включить прошло и я хочу все таки еще одну ферму тэфа эту я поставил тут надо будет старейшины будут нужны да 100 штук нифига себе это мощно 100 штук это мощно ладно давайте сначала ферму тэфа попробуем сюда пока всунуть хватит ли тут плодородной земли вопрос стоит ли мне тут дальше прокладывать наверное нет так пока сделаем так ну в принципе нет не дотягиваются дороги надо еще один склад ставить будет видите вот синим показано докуда доходит может здесь тогда может этот склад сюда перенести лучше да наверное так и сделаю так ставим ферму тэфа и ждем суточку стоян у меня медленно очень кирпичи просто делаются поэтому я дополнительную такую штуку делаю так а как мы тут поступим с фермой льняной давайте немножко по-другому засеем а я не могу по-другому засеять давайте хотя бы дорогу проведу иначе вы велели обращаться к вам я посмотрю что там у вас ну просто эту территорию мы уже точно никак не сможем использовать лучше именно здесь засеивать а вот тут видите еще пустое место у нас есть так что там личный работник мне одиноко и я скучаю по дому будь у меня фото с царой из ваха дэшер мне было бы легче ну давайте кто подметальщик скучает я ему езжу делаю фотки типичный девятнадцатый век благодарю вас так я хочу сначала слушай два фрегата давайте начнем два ну два фрегата это вообще не проблема мне сейчас сделать у меня по идее все это подавление вопрос есть ли паруса с этим могут быть проблемы блин у меня даже нету старой гавани походу это только для новых кораблей во прикол так во первых давайте глянем где у меня вообще есть ткани так тут есть 200 парусов ну что поставить я не знаю вообще будет ли у меня свободное место здесь поставить приз вообще могу в любом месте поставить потому что тут сейчас торговые пути везде все живут одни и те же так вот верфь парусные суда и два фрегата пушки нужны 30 пушек и 40 парусов паруса тут даже были так два три четыре а пушки пушек тоже скорее всего может не быть нифига си ты еще я там что я их произвожу что ли до сих пор 1200 пушек ничего си сейчас поставлю тут фрегаты делаться все два фрегата поехала ой у меня тут столько маршрутов я даже не хочу здесь у меня пристани здесь тут куча угля возится можете мои маршруты еще посмотреть тут просто как уголь собирается чтобы в хляп привести и там производить все так возвращаемся в инбесу здесь я хочу третий остров заселить кстати вот у меня есть кирпичи следи за краном грузовой корабль готов сделаем так наконец надо сушеное мясо всего 5 то но вот гобелены для гобеленов мне потребуется индигофера как раз какие здесь удивительные нимполиды позвольте изучить их кити где он хочет поселиться а на этом острове на этом можно давай сколько здесь зелени благодарю вас больше по-моему я заселил ну то есть все что необходимо будет добываться а еще мед нужен будет еще мед значит надо будет еще этот заселить похоже так что нам для гобеленов кроме индигоферы да кстати надо бы сюда уже торговый льняная ферма у нас и так производит вот это у нас работает да давайте торговый корабль сюда переброшу даже можно два сразу я тут на мысли трево не явно лишнее грузовые станции раз и два дальше заселяем остров остатки наверное солью обратно знаете что я на всякий случай здесь поставлю покупать кирпичи а вдруг будут продавать в принципе сейчас основной тут правшик из говна и палок как раз то самое то есть вот палки выглядят как палки и кирпичи как то есть как из навоза слеплено нам конечно скажешь типа мол из глины и веток тэфы этого но так какой-то квест кстати в мою юность анбеса было другой несколько паровых машин все жилые здания ну кстати чем плохо снижение потребности сушеного мяса и плюс 7 счастья у нас паровых машин я уверен дофига 20 тонн нифигася он хочет но у меня их 1200 так что думаю не обедняю может вы забыли нет не забыл все тебе везу так тут новых квестов нету просто надо выполнять старые да этот можно да не пускай пока тут тусят так а что этот чувак хочет он пока больше ничего не хочет так хорошо какой мы остров будем вначале и вообще сколько мне нужно сколько мне нужно этого индигоферы значит здесь здесь минута тридцать тридцать то есть как минимум две на один ковер да и две на одну керамику то есть как минимум четыре фермы это индигоферы хренаси ну это реально дофига а четыре фермы это значит 80 пастухов а в одном доме при всем удовлетворении все потребности удовлетворены а кстати тут третью не сделал еще 10 живет да блин ну мне надо будет возить туда очевидно да тут явно у меня одежды дофига делается сушеное мясо давайте глянем с одеждой наверное я думаю тут дофига их да нет не то чтобы да и сушеного мяса ну мне надо будет одежду и сушеное мясо на тот остров возить очевидно факт о ненападении не действует эээ чё это давай-ка корабль построен примите благодарность от фонда йоргенсенов ну это добренькая чуих я просто поэтому я не хочу с ней воевать так вот эти надо улучшить ой не удалил так соточка есть ставим это здание так а почему тут чего вот этим не хватает рынка и площадки музыкантов корабль вернулся в порт так из старого света го бригад сразу отправим первый а здесь у нас прибыл с товарами его мы сразу сюда так я жду торговые корабли как минимум слушайте давайте я все сюда отправлю мне тут понадобится их много я думаю я уверен что торговые где-нибудь еще не грузовое судно здесь и грузовое мы восстановим историю обучение нашли что-то твердое одна из древних колонн на которых встала библиотека до того как сюррея сжег ее ваза украшена изображением царя солнечную племя чье пламя озаряет всю им без мы не думали что найдем здесь целый склад знаний пусть он остается открытым для всех пока мы ведем поиски пусть все удалось я полагаю древний гобелен уцелевший во время пожара благодаря амфори в которой он был спрятан по-прежнему довольно красив царя поблекшие цвета на нем изображено вторжение в кедусе что-то быстро уходит со ощущения хвально что-нибудь посложнее вдруг так надпись на древнем резон камне все еще можно частично разобрать список товаров убывающих и прибывающих на остров корабле которым несколько тысяч лет так этого чувака везем к нам на остров тут какой-то квестик я сочнил несколько вступительных фраз но не уверена какая подойдет лучше спирали нужно будет встать искать дорогие члены совета а затем давайте я счастливо объединить с вами силы и работать на благо нашего народа дальше хорошо я так думаю дальше будут различные словословия благодарности без которых просто не обойтись затем перед у к текущим делам намного предстоит сделать мы должны сосредоточиться на снижение сушеного мяса пышных и козьего молока область действия набожности нет у нас во-первых ничего из этого не построено просто не вот это давайте после этого наверняка будет много бормотаний и споров но с ними легко совпадает теперь финал клянусь милостью божьей что посвящу свою жизнь уже не советую не успокоить поковляя наши порядок будет восстановлено праведные вознаграждены ухо мальчик мальчик ничё спасибо что указали на недостатки моего выступления я только не понял ей не понравилось или понравилось странная реакция так контрол убирая пока или может поставить уже ратушу хотя я могу вообще в принципе да могу давайте поставлю ратушу кирпича пока не хватает ладно сейчас подождем так и не хватает странно пышных вроде я сорел пышных нарядов немерен ну 25 почему показывает как будто им не хватает корабль построен так этого тоже в инбесу отправляем классный фрегат так ну я думаю пора именно ратушу строить потому что там чувак снижает потребление мяса это хорошо так вот я не понимаю почему если молоко я еще могу понять то почему снижена потребность в мясе ну вот тут не хватает типа мяса и пышных нарядов хотя вроде рынок построен давайте даже лучше реально не понимаю ну снабжение идет от рынка может дороги лучше проложить да наверное надо дороги каменные лучше прокладывать видите как снижается я вижу да сейчас вот если не увеличится тогда я не не прав 90% 90% 90% 90% ну молока может просто не хватать производства да нет даже молоко производится достаточно молоко достаточно рубашки корабль вернулся в порт а вот у рубашек больше спрос и что там еще мясо мясо сейчас должно снизиться по идее да вот снабжение и спрос на мясо должен снизиться за счет того что я в ратуше его использовал так сейчас давайте пускай у нас постоят грузовые корабли тут надо подумать еще куда их отправлять с деревом сброшу наверное корабль вернулся в порт древний перечень пришвартованных гамней кедуси кораблей и грузов при выйти и отправке кораблей с товаром один отрывок к самому низу камня сохранился особенно хорошо сон был вырезан позже остальных ведь согласно древним заповедям в кедусе а не то они не производят товары доказательства того что принципы обучая кедуси родились давным давно понимали что в кедусе они должны познавать мудрость а не производить товар первый корабль продадим можно продолжить осмотрите статую вдруг вдохновитесь на написание хроники какую статую мудрость я подозревал что они нам не все рассказали чую у них есть тайный план как сохранить независимость нас почтил присутствие мастер легендарный оптовый торговец докажите что находки были подделаны я не видел как его достали все смотрел на фото которое вы мне дали класс я хотел взглянуть на камень но его изучала жрица а когда я вернулся с перерыва он уже был в земле неподалеку от резного камня следует искать зацепки ну да живут на восточной не входите на террасу о смотрим на ее стол правда и ложь похоже сильнее чем кажется одно от другого отличается лишь то что ситуация проведет соответствующие слова изменение надписи на камне итог одного из таких заключений да это можно назвать подделкой но разве наш долг не в том чтобы воля богов соблюдалась на земле так же как на небесах сделай копию надписи а после брось оригинал в колодец возможно через многие века изложенные в нем правда понадобится нашим преемникам сейчас мне нет нужды я найдите колодец на кедусе ну 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 что-то что-то я тут не вижу чтобы ритуальная купальня вот колодец в колодец в колодец обломки керамики древние потрескавшиеся над ним из них надпись список кораблей и грузов почти такой же как и на камне найденном входе раскопок правда без последнего Что жители Ваха Дэшер ничего не заметят? Мы знаем историю Пусть объяснятся Так Ну, давайте Я думаю, ты хотел защитить свою веру любой ценой Примите в знак благодарности Нет, но вы обманывали людей Благородно, но вы обманывали людей Узнает об этом Что ж, теперь последний штрих Чего еще можно ожидать от шапки Китемы? Вы больше не будете здесь командовать Посмотрим Так Раз корабль Так, что такое Доставьте Астракон к Китеме Хорошо, а где он Он у меня на каком-то корабле? Да Не Врущие священники Меня никогда не Не радовали Не буду им Помогать Еще и прикрываясь религией Ну нафиг Я так понимаю Все пошло не по плану Не думал, что жрицы Опустятся до подлога Очевидно Им пора присоединиться к нам И научиться смирению Так Сделать выбор Она скорее солжет Чем позволит уничтожить библиотеку Все дело в глубокой любви к своей истории Разве их историческое наследие Это повод простить их вероломный обман? Да Вот это невозможно добиться единства Доставьте мой указ В Кидуся, а не Тони И поставим Я бы наказал жрецов за ложь Но людям нужны наставники Что ж Пусть станут подданными империи Буду молиться Чтобы они вернулись На путь истинный Указ императора? Мне казалось, что он даже слышать о нас ничего не хочет Я Кидуси не проживет без торговли Так мы подпишем себе смертный приговор Придется Подчиниться императору Странные какие-то ребята все равно Может, они были правы Изменит ли это что-нибудь? Неважно Наше единство Наше будущее Уже близко Вы славно потрудились Приведя в порядок Кидуси Теперь У них даже будет новый монастырь И жрецы Кидуси Смогут присоединиться К единой вере Обалдеть Вот это да Наконец-то наш магнум опус готов Я сделал несколько копий И искусная работа Поверьте мне на слово Ну, окей Готов Давай его мне Вот она Финальная Эта летопись Возвещает о новом золотом веке О, в музее можно отвезти О триумфе Энбесы И мы Творцы ее величия Собрание крайне недостоверных записей О мифическом краю селе Амидас Скоро ваши поэты будут воспевать Энбесы Ну, давайте отвезу Так, еще у нас что-то тут было, по-моему Для музея Так, и продадим фрегат Высчудна Теперь Сможем и засолить мясо И просолить древесину Хорошее начало Ну, че, че Дадут нам убрать Нет Ну, дальше, видимо, вот надо Заниматься А, нет Но нам еще так много нужно сделать Так Я добываю дичь Но детям нужен и отед Козье молоко Может попросить его У жрецов Кедуси Где уяжется свящая пыль Изобильное дерево От него польза Много его корня Глубоко пронизывают землю Традиция гласит, что Самые изобильные земли Находятся там, где растут Исседы Именно поэтому я решил Вырастить свой сад У подножия одного из наших Исседов Окей Так, че дальше Очень важная информация Спасибо, что поделилась Похоже, что кирия выращивает так Апельсиновое дерево Дает приятную тень И свежий воздух Моиса точно бы сгорела себе Негустая тень апельсиновых деревьев Опаньки Опять пираты пытаются вернуться Когда захочу, тогда я умру Я думаю, они тут разберутся Так Дайте я отправлю сначала Этот в музей Тут еще какие-то должны быть Для музея Сокровища Так А этого Отправим за козами Так Внимательно смотрите Посевы Ну В основном я выращиваю Теф Выносливое и живучее растение Но даже ему требуются Определенные условия Так же и сваха Если вы хотите восстановить его Вам нужно будет Посадить Исседовые и апельсиновые деревья Эти жуткие твари Что ж Эка Закончил свое исследование Я умру Если потребуется Не сомневаюсь Так Козы Сюда Так Готов Заново Посадить Растение Оранжевых И темных Исседов Они Исседы Они Исседы Ваха Дэшер Нужно Больше Растений Так Где семена Подобрать Готово? Ваха Это Раскаленный Песок И жара В таких Условиях Скотт Не выживет Хотя Может и есть Какая-то Порода Так Расчалась С семенами Разберемся А тут В библиотеке По зоологии На кедусе А не то Не надо Свериться Так Это Что Тут Ага Ну Что Еще Вот Представить Ориксы Нам Ориксы Нужны Я Так Понимаю Корабль Вернулся В порт Вот Стадо Ориксов В благодарность От нашего Края И его Императора Ориксы Похоже Отлично Переносят Жару Они Здесь Всем Полюбятся Так А куда Мне его Посадили Что Что у вас Награда Заслуженно Этого Хватит Чтобы В оазисе Зародилась Жизнь Идемте Я покажу Где лучше Посадить Каждое Растение Все Красота Пусть Нам Будет Достаточно Еще Вот Это Место Восстановить Я Так Понимаю Сколько Зелени Беньям Никогда Не любил Растения Так Как Я Но Думаю Он Б Оценил То Что Мы Сделали Летим Все Соберем Рада Для Вас Так Все Все Три Собрали И Ориксов Осталось Довести Готовы Блин Все равно Не хватает Я не понимаю Хотя Странно Хотя На рынке 20 штук Все Удалось Я Успех Достал Мясо Тоже Не Почему Не Хватает Ты Не Мясо Достаточно Хорошо А молоко И молоко Не мерен Почему Почему Молоко И пышные Наряды Не Не До Не достигают Вот этих Ребят Хотя Я Больше Дорог Поставлю Может Все Таки От Дорог Как-то Зависит Но Я Вроде Уже Прокладывал Просто Везде 90-е 90-е Все Настроение Синий На зеленых Холмах Непонятно Мне Серьезно Так Теперь Нам Ориксов Сюда Надо Завести Части Набора От Зоопарка Отлично Ну что ж Посмотрим Песчан Ибис Священная Птица Известная Своей Красотой Если Здесь Появится Ибис Наши Сердца Наполнятся Надеждой На На Одежде Жителей Ваха Дэшер Вышиты Узоры С Диятом То То есть Он На На Острове Где-то Есть Взгляните На Вышитые Узоры На Одежде Жителей А Просто На Их Одежды Взглянуть Ну 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 Давайте Взглянем Что Прям На Каждом Вышито Что-то Я не вижу У них Вот это Что-ли Что-то Типа Что-то Павлина Параболь Атакован Это Там Второй Пират Приехал Тоже Ненадолго Вообще Никакой Инфы Не вижу Что-то Было То Прошло А Будущее В наших Руках Не Получится У него Так А могу Ли Я Тут Чувак Какой-то Квест Предлагает Есть Свой Цикл Кроме Того Мне Будет Что Показать Я На Вас Надеюсь Так Партию Велосипедов Я Тут Кстати В старом Свете Еще Есть Грузовые Судна Сюда Повезем Велики Маневру Готовь Насколько Он Блин Не посорел Вот Зря Кстати Не Показывают Квест Расстраивать 30 Зря Не Показывают Квест Полностью Хуже Некуда Не Так Ли Их Тут Мало Потому Что Я Все Вожу В Мы Стрел Треване Корабли Велики Повезли Так Этот Дьятов Их Можем Это Купить Тут Профсоюзе В портовой Канцелярии Гигантская Гигантская Восточная Улитка Ну По идее А давайте Кати Глянем Из новых Функций Которые В игре Появились Объекты Дьят Дьят А Нету Такого О То есть Пока Я его Не найду Я Наверное И Не смогу Его Искать Избавить Кромное Количество Назолевых Комаров Я Супрось Отыскать След Может Все Таки Как То Искать Может Опять Почитать В Библии Хотя У нас Было Было Указание Сюда Я думаю Так А тут Что За Квест Сидел Всю Ночь Но Все Таки Сделал Понадобилось Немного Железа И Ванзы Эта Вещь Будет Творить В полях Чудес Вот Так Полезно Пробовать Что-то Новое На все Зерновые Фермы Спасибо Готовы Проложите Корс Давайте Иду Сброшу Кстати Айдет Торговля Кирпичами Да Мой Видите Скупил Тут 75 Кирпичей Отлично И тут 63 Да Кирпичи Покупаются Все Зашибись Тем не менее Мне непонятно Почему Козье молоко И Пышные Наряды У меня Постоянно 90% Хотя И Пышные Наряды Есть И Молоко 34 Штуки Может Еще и чай Тоже не полностью Нет Это почему-то Полностью Я Я реально Не могу Понять Что-то Что-то Какая-то Мистика Может Клюк Слушайте Давайте я тут Тоже Поставлю Закупать Кирпичи Раз их Так Хорошо Привозят До 75 Пускай Покупают Ну и Наверное На этом Я серию Закончу Уже В следующей Продолжим Искать Почему У Диата Не болит Голова Диата Будем искать И Вот этот Банкет Государственной Важности Проведем Кстати А может Кобелена Где-то Купить Можно Вы играете Уже Два Часа Хорошо Хорошо Заканчиваю Так Нет Тут Ничего Не Продается А у Этих Ребят Кстати Совершенно Случайно Нет Тут Вообще Просто Ничего Нельзя Купить Хотелось Еще Третий Остров Есть Почему Мы Там Ничего Не Делаем Почему Тут Реально У нас Никаких Событий Не Происходит Ну Ладно Спасибо Что Смотрите Продолжение Завтра Играйте В умные Игры Спасибо Что Досмотрели До Конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со Своими Друзьями Или В социальных Сетях А Также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока